мур привет друг это зверько и это пилота выпуск подкаста я попробую работать на камеру без какого-либо сценария поэтому монтажа будет много и много косяков на камеру блин игно какую-то пятюльку снимаю за 300 рублей который кособок еще стоит ну вроде нормально на видео итак для начала поговорим о хан за меня часто спрашивают мое отношение к хан за это убийца вредитель вредит и своим и чужим я его беру когда мне не нравится команды пик кстати зацени как я им начинаю с вражеского бафа почему так все не делают непонятно хотя так можно и подловить хан за неудобство в том что хан за можно пушить только под ультой да в принципе все делать может только под ультой кроме фарма при том когда видишь всех противников на карте если ты кого-то не видишь возможно ну где-то рядом и по большому счету у тебя мало шансов убежать ну против грамотного конечно они там я не знаю гранда или мастера какого-нибудь по поводу рафа рафа через жезл очень много бугурта началось в комментариях как так топ и гоняю с этим жезлом молнии алло играть через жезл молнии это собирать всю сборку на жезл молнии то есть берем жезл молнии и все в ману и такой у нас получается псевдо прокастер от которого толк 1 6 секунд его обыгрывает любой маг потому что вносит тупо больше урона во вторых это неадекватная сборка потому что в принципе рафа задумывалась как полный саппорт она должна ускорять вовремя вовремя замедлять и давать стан ты еще немножко тонкнуть может ну грубо говоря да то есть но в упор подлететь замедлить дать стан стан позволить своим убежать и улететь под своим же ускорением на самом деле я играл с адекватными рафами только два раза но я оцениваю игры в ранге конечно господи как это хреново будет выглядеть на экране был такой друг рафа мейнера он настолько идеально давал ускорение замедление противнику умудрялся его тонкнуть и застанет что с ним играя а играл я не соответственно мага вообще ни с кем проблем не было и вовремя позволит уйти и вовремя догнать добить и сам может кого-нибудь добить без проблем и тонкнуть брюхом и дать стану в лицо красота а если допустим ты стоишь на линии тебя есть рафа у которого который не в кд и в жизнь а просто в каст которую нее может быть нормальный ближе только я не знаю ну когда она выформить 5 предметов потому что до этого урон мизерный и смысла от такой такую пара возит по большому счету команда про изменения и реворки про реворки мне нравится что реворков много это позволит разнообразить игру вновь не только введение новых героев но и переработка старых та же самая чана она вообще была неюзабельна я взял ее один раз она сейчас я не буду рассказывать то есть она страдала потому что нее нет гарантированного урона также страдают вейл валир потому что надо каждый раз прицеливаться а прицелился нет такого профита то есть у той же вексаны если ты дал лужу хорошо это почувствует вся команда противника но если она стояла где-то в этом же радиусе а в былом дал там огонь все в разу что тебе повезет с ультой там замешка листы успел их подбросить бросить ульту его есть профит когда последний раз меня более одного раза подкидывал валеры я в принципе не помню то есть но она очень медленная она была видимо слишком нагибучий на тестовом и сделали вот такое недоразумение лисун син у него хороший показатель процент а при том популярность очень низкая переучиться на то что первый навык теперь догонял к легко просто не надо будет кидать назад вся разница то же самое было в свое время по моему с клинтом тоже привыкали отскакивать или скакать вперед кидая второй навык за спину свою слову о хуфре мало кто понял что хуфра по сути скилл зависимый танк нужно особенно помнить свой тайминг второго навыка в два раза увеличение защиты это огромный профит к слову давай я зачитаю один комментарий не к его юрье по виду где-то 140 килограмм давай пойду вот так вот сборки зверька вообще дикие по силе бездарности а перс отличный но как я говорил ранее чистый как 2 танка саппорт нужно хп и откат скиллов остальное от лукавого основной танк из него нулевой я его ханаби как тряпку забиваю я его ханаби как тряпку забиваю поэтому танк нулевой отличная логика отличная логика того кто кое-как добрался до эпика 48 процентами побед не ну честно у него даже картинка есть что на пик вдуматься смысл нужно хп и откат скиллов по сути второй скилл если мне не изменяет память он к дышится за 3 максимум 4 секунды он основа куфры он позволяет контрить любых прыгателей пока люди просто не научились этому просто вовремя прожимать этот навык они тыкают и очень сейчас все время а по большому счету нужно ожидая атаки того же ланселота харита или еще кого алифани прожимаешь об попался все а так люди запрыгают в толпу их там грохают потому что первый навык он такую аргуса шарашится первую же цель а первым же героем хп и откат скиллов а чем он танковать то будет от лукавого господи но стандартный хейтер у меня целая подборка есть подобных еще хочу рассказать об озвучке я не профессиональный диктор я свою речь использовал только в арбитражном суде когда год работал в налоговой вот это единственное место где наверное очень много говорил ну собственно на самом заседании я уже занимаясь каналом начал тренировать свою речь и надеюсь что вы хорошо меня понимаете есть один минус у меня болячка под губой и каждый раз когда зубы по болячке прокатываются это как будто мне режут ножом десна нафиг это рассказываем вырезать так вот озвучка но такое хобби мне нравится пытаться голосом отыграть чувства эмоции персонажа зачастую я перерабатываю я хотя и стараюсь передать интонацию замысел самого того кто писал эту фразу то есть мы пишут таки по сути китайцы озвучивают американцы но даже у аллукарда его оригинальный голос он пидорский какой-то я постарался сделать его хотя бы немного мужественнее то есть у ланселота я сохранил вот это пора увидеть красавца а тут блин аллукар должен быть хоть как-то мужественнее и голос вексаны тоже переделали он мерзотный у фарамиса вот там вот там такая жесть на самом деле он скрипучий какой-то мерзкий хотя ну нежить отыграйте нежить кстати скоро я надеюсь скоро получится озвучить комикс на гвенеору согласились пара девушек и они согласились мне помочь согласились а читах странный вопрос ко мне как я отношусь к читам я из-за читов ну из-за дебильного геймплея ушел из world of tanks я был турнирщиком у меня клавиатура одна из призов в региональных но просто уже привыкаешь когда играть против профессионалов и видишь что перемещается и принимает решение игрок нам дебильная как новичок а стреляет прямо этот супер мастер и такое начинает раздражать то есть нет интереса соревноваться с машиной какой им интерес но когда тебя все кто не попадя попу джахает хочется хоть как-то преобладать над ними и вот тогда человек ставит 4 я последний раз использовал даже не 4 4 коды gta где парень в синей гавайской рубахе бегает я хотел посмотреть на танк поправлять и вызвал танк погонял такое себе и гораздо мне было интереснее потом делать 5 звезд и угонять танк ставить его в гараж и сохраняться вот тогда я почувствовал хоть какой-то адреналина так поставил танк поехал все взрывается скукота так и в нашей игре если я заранее знаю где противник а он не знает где я какой интерес не хватает и так мозгов играть хорошо ну достаточно хорошо пускай не на профессиональном уровне мне не нужны читы 4 для меня но как будто я признаю себя полным лузером хочу предостеречь других кто не 4 ну хочет покатать в скине и не имеет возможности его приобрести вы когда изменяете файлы игры либо запускаете параллельно другую игру система бот который оценивает файлы он это воспринимает воспринимают зачит и соответственно вас забанят если вы покупаете накрученные деньги вот это для китайцев самое неприятное потому что китайская структура сейчас не только мобильных игр а вообще игровой индустрии они фри-то-плейные то есть они делают игру она бесплатную достать можно все что угодно когда я в mobile legends играл начинал там ну вообще не было бесплатных скинов и ничего я даже не страдал по этому поводу но нет и нет все бегаю героя к мне прикольно так вот у китайца все построено на донате во всех играх сейчас и соответственно как только человек хочет обойти то что приносит им деньги это будет бан и как я видел бан 87 лет на этом все если рубрика тебе вдруг понравилось поставь лапку ну и напиши какой-нибудь комментарий что что-нибудь не так а камера ну прости какая есть потом будем собирать на нее пока что все пока и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok